здравствуйте девочки как дела девочки здравствуйте цыпочки ну в общем дело в чем сегодня я очень рано проснулся в 12 часов и дочь сказала везите меня домой хватит уже соответственно я поехал за ней мама у нас накидала заданий задание было одно купить мясо карбонат свинячий очень мы его купили точнее я ходил по магазинам и заодно закупил еще кое-что сейчас я вам покажу собственно карбонат то небольшой века захотела сделать отбивные ну не знаю будет отбивать короче это на 544 рубля вышел кусочек вот дальше колбаска колбаска вышла на 513 рублей палочка молочной для завтрака это что я тут захотел это блинчики ермолинские вот одни я взял с мясом и 40 вот эти с творогом желтые а вот эти вот с мясом тоже желтый вы не настолько вот я надеюсь что мама нам сегодня что-то приготовит из этого ну либо блинчики либо мясо хоть что-нибудь но было бы приятно опять-таки очень много блогеров нахваливали ермолинские блинчики и мы решили попробовать их сами тем более кстати по цене сейчас скажу я взял 6 с творогом они весят 470 граммов и собственно цена у них получилась 65 рублей 30 копейки и 6 блинчиков с мясом домашних они вышли на 436 граммов и собственно стоимость 81 рублей 53 копейки и того на 146 рублей 86 копейки в общем то недорого и даже если посчитать ну может быть где-то знаете наверное дороже будет готовить самому хотя у самого выйдет и больше как вы думаете что дешевле взять ермолинских или приготовить самому плюс ко всему очень много блогеров которых мы и смотрим и которые просто попадаются в предложенных от ютуба мы попадаем на то что люди покупают эти ермолинские блинчики и ими очень очень довольны что интересно в очереди было много народу и все брали блинчики в основном я прям так удивился хинкали брали там блинчики пельмени ну пельмени такие дела в общем живем дальше в общем вчера меня лампочки в коридоре и понял что вот эти стаканы которые закрывают эти лампочки они такие грязные я их короче помню и сейчас буду их возвращать на родину делаю это опасно я без страховки заметьте без страховки это делаю боюсь жутко электричество и всего такого но делаю лишь что где не страшно вот один шурупик закрутили и не знаю нужда в этих лампочки в этих колпачках ну такое потому что свет они все-таки немного забирают из-за этого мне кажется не так ярко будет мы уже сошлись на мнение что они рассеиваются это но опять же да не рассеивают может быть будет светлее сейчас посмотрим вообще вчера обратили внимание что ну действительно лампочки вы меня так ярко станут светло все видно и вот при том вот эта лампочка она здесь не менее на так все выбираем эти шурупы и вешаем другую сейчас посмотрим как ярко хорошечно саша зайчиков наловил зайчик сашин наловила зайчиков еще очень страшно высотная работа с электричеством я помимо электричества еще и высоты боюсь между прочим а тут прямо все вдвойне чё против света сложно снимать так и сюда а вот здесь не поменяли зато прям как с новосельем чистые люстры или это бру это бру или бро это бра ну я не знаю как эту за корюшку можно люстра вообще называть ну такое ну все готово вот домашние дела привет всем я сразу вот так вот в экране с бегутями девчонки вы меня спрашивали о том как я делаю свою прическу но сейчас я вам не покажу как я делаю свою стандартную прическу приехала саша вернула плойку сейчас ее включаю так надо включить давно она у меня куплено вот так вот включается ну соответственно здесь есть повышение понижение температуры очень мне нравятся такие вещи агрегаты вот тот же утюжок у меня где можно регулировать температуру ну вот такая вот фирма очень давно я ее купила но тем не менее не скажу что прям часто ей пользуюсь чаще все таки саша ее берет ну что попробуем сейчас монтировала в лобде у меня была такая немного кудрявая прическа хочу просто накрутить специально не раскручивала бегути буду брать вот так по одной пряди и просто накручивать посмотрим что из этого выйдет еще ни разу на свои светлые волосы после окрашивания я ничего стойкой не делал прикрутим посмотрим вообще у меня на самом деле мои волосы сложно накрутить они у меня как-то моментально раскручиваются ну вот наверно вам вверх хотя здесь уже есть пенка так попробуем немножко увеличить температуру уже есть пенка и по идее должно быть все гораздо проще и быстрее и держаться лучше но не скажу что прям вах ну вот такие кудри посмотрим за эту вовнутрь эту попробую сделать наружу хочу такой небольшой беспорядок на голове здесь у меня висит лампа и она желтая так что не я желтая это желтый свет смотрите 115 поставила температуру но я не скажу что прям как-то сильно что-то накручивается хотя обесвеченные волосы должны легко поддаваться таким манипуляциям что касаемо моей основной прически я точно так же беру одеваю липучки подсыхает с липучками и все эти пряди потом просто протягиваю утюжком вот и вся моя прическа но наверно как нибудь мы с вами попробуем я покажу честно не знаю что из этого выйдет но посмотрим обладательницам густых и послушных волос такая процедура конечно дается с меньшими затратами трудозатратами нежели мне волосы у меня не густые я стараюсь их все-таки беречь не пережигать поменьше пользоваться такими вещами как плойка но утюжок в моей жизни последнее время занял конечно почетное место я имею ввиду в укладочной жизни я конечно ни разу не бьюти блогер чтобы как-то вам конкретно дать какую-то информацию по сабжу но основные мои укладочные средства это вот лентовская пенка которую я вам рассказывала она между прочим снимает статику она не утяжеляет волосы от нее не липнут не склеиваются мне она очень нравится я прям вот ее постоянно покупаю до этого покупала регулярно велофлекс но стоимость этого велофлекса уже около 400 рублей у нас сами понимаете покупать эту пенку я начала когда она стоила 36 рублей сейчас она уже стоит по моему 56 но согласитесь есть разница да и покупаю еще вот такую пенку с йоз она придает волосам знаете такую гладкость жесткость и гладкость тоже не склеивать но я уже об этом рассказывала сейчас просто повторю возможно у нас новые зрители на канале и вам это интересно вот мои основные пенки которыми я пользую закрепляю я все это дело вот таким лаком четверочка больше меньше не беру вот самый оптимальный для меня вариант это именно вот этот лак тоже он не склеивает не утяжеляет волосы не становятся липкими поэтому если вам будет полезна эта информация вот такие вот основные укладочные средства которыми я пользуюсь ладно продолжим хочу немного такие знаете придать вихре волосам это я никуда сейчас не собираюсь я даже из дома сегодня выходить не буду просто мне интересно стало самой в планах меня еще сделать отбивные хотелось ней ровно вчера особенно а вечером еще посмотрела видео оксаны про оксану я вам позже расскажу канал воронина лайв девчонки про пельмени оксана так вчера рассказывала аппетитно представляете это в 11 часов вечера посмотреть такое видео про вкусные сочные аппетитные пельмени на голодные спазмы желудка это конечно пытка гастрономическая счета вот как-то так посмотрим немножко сейчас другую сторону завернула чтобы уложить вихрь как-то конец загибается как-то воронина это не когда в в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но я должна сказать, в этот раз у меня волосы прям накрутились, так что все-таки на обесвеченные волосы, на светлые легче дается вся эта ситуация с плойкой Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас немножко это дело сбрызну лаком Ну вот как-то так у меня эта тема получилась, сейчас специально заколола, потому что хочу заняться отбивными и чтобы волосы просто мне не лезли в глаза и не мешали А так вообще в принципе потом уберу крабы, еще раз расчешу и волосы уже лягут в своем таком удобном привычном направлении и посмотрим что будет Ну а пока пойду заниматься отбивными А нет, прежде я выложу вложик, я его уже смонтировала, сейчас он заливается на YouTube, пока я всем этим занималась И вам будет свеженький видосик И вам будет свеженький видосик И встретимся с вами на отбивных Вложик выпустила вам, домашними делами позанималась Котейку накормили И сейчас приступаем к отбивным И Сим, естественно, тут сразу вертится, поскольку пахнет мяском котейки, да? Симочка И тут есть такой-такой-такой Саша дома, но она собирается в 7 часов, у нее соревнование Снова по волейболу, ребенок валит Ну что, мои красавицы, мои красавцы, орлы и девочки Будем приступать к отбивным, но прежде я хочу сказать всем спасибо Кто вновь подписался на нас, кто новенькие пришли на наш канал Приветствуем вас на нашем семейном канале И сразу вам скажу Если какие-то у вас есть вопросы, что-то вам интересно, непонятно Пишите обязательно И параллельно, коли уж вы к нам пришли и подписались Я советую начните параллельно смотреть наши старые видео с самого начала Потому что многие-многие темы, истории, ситуации берут свое начало именно с ранних видео Например, как сейчас, наша ситуация с налоговой Мы-то думали уже все, развязались, расквитались, но не тут-то было Всплыли еще определенные неприятности, которые тянутся как раз-таки где-то примерно с третьего или четвертого видео С самого начала канала в самом первом ряду Заходите, смотрите и многое вам станет понятно Потому что вот даже сейчас некоторые комментаторы, еще старенькие даже комментаторы пишут Странно, как так происходит, откуда всплыло Да просто элементарно Специалисты не следят, не разносят по статьям, не разносят по КБК С нас-то денежку взять-то взяли А разнести по определенным статьям не удосужились И мы-то уверены, что все хорошо и гладко Оказывается, нет Поэтому смотрите видео Я думаю, будет вам интересно Пишите обязательно комментарии Еще раз благодарю, что вы на нашем канале Если вы новенький, напишите, как вы узнали про наш канал Откуда вы к нам пришли Потому что я смотрю, сейчас много кто подписался даже из Хантамансийска Ну и приятного вам просмотра Делаем с вами сегодня отбивные И я думаю, на процесс зажарки, приготовления Мы выйдем в прямой эфир, пообщаемся, поздороваемся Ну и обменяемся какими-то интересными историями, рассказами Поехали! Вот мой фронт работ Стирает сейчас посудомойка Я решила там помыть все-все-все свои сковородки Но, внимание! Я эти сковородки не мою Здравствуйте, девочки! Привет, Орлой! Как дела, девочки? Я не мою сковородки со средством для посудомойки Нет, я их протерла хорошенько фэри Губкой влажной пену со сковородок вот эту фэри сняла Загрузила туда И сейчас на высокой температуре их стираю Так что ни в коем случае не постирайте свои сковородки Именно с таблетками от посудомойки Если это теплон, если это у вас чугун Это абразив В любом случае вы потеряете покрытие Значит, что еще хотела сказать? Что хотела сказать? Достираю со сковородки, буду жарить А перед этим я сейчас отобью миском Игорь взял вот такую вот, получается Как-то, ну это корейка Часть, часть вот, знаете, на реберной кости Там такая вот, такая вот мясочка Нежирная, специально брали, чтобы не было жира Поверьте, они будут сочные В общем, это вот был такой кусочек мяса Вот как эта доска И я его так тонкими ломтиками порезала Буду сейчас отбивать яйца для кляра Для приготовления мне понадобится перец черный молотый Кориандр и соль Отбивать буду, у меня вот такая классная досочка Я ее так обожаю Она толстенькая, она большая По-моему, она 50 сантиметров Значит, я постелила первый слой Пакет разрезала Выложу сейчас сюда отбивные И следом застелю вторым слоем И буду отбивать Я уж вам подробный рецепт показывать не буду Красавицы мои, не буду я вам подробный рецепт сейчас показывать Все это есть и на моем этом канале Отдельно есть еще на нашем кулинарном канале Те, кто забыл, вспоминайте Если вы не подписаны, подписывайтесь Те, кто пришли новенькие и вы не знали Знаете, да, у нас есть второй кулинарный канал Девчонки попросили, чтобы я его создала Туда выкладываю наши рецепты Именно то, что мы дома готовим Готовлю для своей семьи Подписывайтесь Сейчас в правом углу экрана появится значок Ай, информация Заходите туда, это инфобокс Заходите и вы увидите Всю-всю-всю И вы увидите наш кулинарный канал с рецептами Это у меня машинка стирает Видимо, в узел там все связалось, закрутилось Сейчас она будет распределять Канал называется «На кухне у блогера» Несколько необычного формата я выкладываю там рецепты Не как все Ну, чтобы не быть одинаковыми Чтобы друг друга не копировать Поэтому у меня свой подход к этому делу Заходите в правом углу экрана Чем удобна эта доска? Да просто тем, что я сейчас вот это все дело разложу И практически все отбивные у меня поместятся в одном месте И практически все сразу я их отобью Все место, все пространство я использую по максимуму Меньше движений, больше толку Все это дело накрываем И будем отбивать За подробностями В правый угол экрана Заходите в инфобокс Переходите на наш кулинарный канал На кухне у блогера И смотрите полностью рецепт У меня здесь продолжаются отбивные Значит, 5 яиц Соль Перец Молотый Сейчас это все дело взобью Добавлю муку И добавлю обязательно молочко Здесь у меня маринуется мясочка И тут у меня уже готова мука Что буду делать? Ну, алгоритм простой Буду брать мясо Сначала в муку Потом уже в кляр И на сковородку В общем-то все Дорогие друзья Закончился у нас эфир Мы здорово поболтались Пообщались со всеми У меня вода там набирается Было очень интересно Пожарили отбивные Собственно говоря, мы большие молодцы Ну и на повестке дня Возникло такое желание Завтра сделать сосиски в тесте Тоже в прямом эфире Не забывайте про вкладку сообщества Там выкладываю текущую информацию Вопросы, какие-то голосования Да и в принципе делюсь с вами тем Чем хочется именно здесь и сейчас поделиться Отбивные готовы Вот такая вкуснота и красота у нас получилась Как вы видели, Игорь попробовал Первый раз он сказал, что солоновато Немножко получилось Но потом распробовала И оказалось, что нет, не солено Ну, не знаю Я могу В принципе, пересолить я могу У меня есть такое качество Но я стараюсь этого не допускать Здесь я сейчас набираю воду Наверное, сварю гречки Потому что Саша приедет в соревновании Наверняка голодная захочет есть Не буду пюрешкой заморачиваться Гречку отварим И на завтра еще останется Навела порядок Все помыла Все почистила Плита сейчас стоит Остывает Поэтому я ее не накрываю Всегда люблю Когда, в принципе, вот так вот она закрыта Аккуратненько Светло Чистенько И Не знаю Как-то они напрягают меня Черные Не люблю черные Такое вот Мне нравится, когда все белое Конечно, тут был жирок Вот тут нахляпало Все-все-все Отмыло Все помыло Чистота Порядок Ну, а на этом мы будем прощаться С вами Рады новым знакомствам Ну, да Сегодня было много новых людей На прямом эфире Было очень интересно На самом деле Вас почитать Поотвечать на ваши комментарии Посвятить лицом Собственно На прямом эфире Вот И всем пока-пока До завтра И до завтрашнего эфира Тогда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...